Приветствую вас и два момента, которые хотел бы осветить, хотел бы обозначить. Первый момент, это, собственно говоря, образ вашего идеального лица, овального лица. А если мужчина, ваш мужчина, ваш муж, принял вас, полюбил вас, то, вероятно, ему ваше лицо показалось привлекательным, ему ваше лицо показалось красивым. В противном случае, вряд ли он бы стал быть с вами в отношениях. Как вы сами для себя объясняете этот факт, что мужчина полюбил вас именно такой? И почему вы, если мужчина считает вас красивым, да, если мужчина считает вас привлекательным, почему вы не принимаете его позитиву? Почему вы как бы ставите под сомнение его выбор? Почему вы сомневаетесь в том, что он вам говорит? На этот вопрос вам нужно ответить, так как это вопрос непосредственный в вашей жизни. Следующий вопрос заключается вот в чем. Вы пишете, что вы считаете твоего лица. А что по какой-то причине вы считаете, что ваше лицо ненормальное, ваше лицо некрасивое и так далее. С чего все началось? Кто изначально сказал вам о том, что ваше лицо там недостаточно красиво? И вот именно с первичным обликом, с первичным восприятием своего лица им нужно работать. Уверен, что в самом детстве вначале вы не были так в этом уверены. Также, я думаю, не ошибут, если скажу, что вы, скорее всего, какое-то время даже не задумывались о том, какая форма вашего лица и что она должна быть другой. Так вот, еще раз, кто внушил вам изначально этот область о моем начале? Потому что тогда вы были ребенком, у вас была более серьезная восприимчивость, и сейчас по привычке вы так же воспринимаете это. Так, только вы не, как бы сказать, не отдаете себя сердцом, что руководствуете с какими-то детскими восприниманиями, детскими представлениями о реальной жизни. И вот в данный момент, то есть перевод данного страха из детского, из магического в рациональный, взрослый, зрелый, и является основной задачей. Ну, а для начала, свытьте себе на эти два вопроса. Они помогут вам задать положительную динамику решения вашей проблемы. На этом все. Надеюсь, что помогут вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в колечку Павла, помогу. Если вам понравился мой ответ, будем благодарен, если сделаете его лучшим.